Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня я опять прыгаю до потолка, потому что ко мне пришла очередная посылочка с Фиорой. И сегодня мне пришла многоразовая пилочка моей любимой формы. Кстати, очень я довольна этой пилочкой, очень я довольна сменными файлами на эту пилочку, потому что файлы вспененные, они очень красивые. В общем, все, как я люблю, пилка шикарная. Я осталась ею довольна, в принципе, как и довольна всеми цветными гель-лаками, которые я заказала. Сегодня у меня новиночки, 400 с плюсом номера, в основном все номера с шиммером, с каким-то блеском. Очень неинтересный, вот этот вот 426, он синий с фиолетовым отливом. В общем, я довольна покупкой, довольна всеми цветами, ложатся отлично, замечательно. И из этих же оттенков, из этих же цветов мы будем сегодня делать покрытие для клиентки. Кстати, обратите внимание, какая красивая, шикарная осенняя цветовая гамма. Вот прям осень-осень. Сегодня же у меня новая клиентка на новое наращивание ногтей. Клиентка ногти предыдущие сняла себе сама не очень удачно, но об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня же мы с вами остановимся конкретно на дизайне. Итак, покрываем наши ногтки красным цветом. Покрываем в два слоя. Как обычно, в принципе, можно было уложиться и в один, но, как обычно, я люблю в два, потому что подвожу на втором слое. В общем, вы это все уже знаете, на этом останавливаться сильно не будем. Продолжение следует... Пальчики под дизайн покрываем розовым цветом, и он тоже с легким перламутром. Кстати, цвет просто потрясающе красивый, очень интересный, очень интересно вживую выглядит, поэтому рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и начинаем рисовать. Рисовать мы сегодня с вами будем в технике растекашки, поэтому берем белый гель-лак, рисуем основу для своего будущего цветочка, и потом цветами красными в два оттенка потемнее и посветлее рисуем наши цветы. В данном случае берем капельку, вытягиваем тоненький хвостик, и у нас капелька по белому цвету растекается. Получаются очень интересные, очень красивые переходы. Задний ярус, поскольку он у нас задний, находится в тени, мы рисуем оттенком красного чуть-чуть потемнее. Передний ярус в такой же технике мы рисуем немножечко более ярким светлым красным оттенком. Кстати, вот этот вот немножечко светлый красный оттенок, это как раз тот оттенок, которым выполнено покрытие на наших ручках. Если мне не изменяет память, 426 номер цвета. Каждый этап, конечно же, просушиваем в лампе, чтобы он у нас прихватился и можно было наслаивать соседние участки. Чтобы соседние участки не затекли на те вещи, которые у нас уже нарисованы. Поэтому мы берем белый гель-лак и рисуем подмалевки под свои листья. То есть у нас будет зеленая листва на наших листочках, которую мы тоже выполняем в два оттенка. Сначала более темным зеленым, потом более светлым зеленым расставляем какие-то светлые блики. На самом деле дизайн безумно простой, очень быстрый. Здесь ничего не нужно думать, ничего слишком не нужно уметь. Нужно просто расставить капли гель-лака и они самостоятельно сделают за вас всю работу. Ну и для того, чтобы еще немножечко сильнее углубить всю нашу композицию, я смешала зеленый гель-лак с капелькой черного и углубляю свои листья. То есть наношу более темные зеленые места, растушевываю их немножечко при помощи кисточки и точно так же в серединку цветочка выставляю капельку, чуть-чуть гель-лака потемнее, для того, чтобы опять же и серединку цветочка сделать более темную и углубленную. Самая основная задача это хорошенечко растушевать все вот эти вот тени и углубления, для того, чтобы тушевалось лучше, кисточку я периодически протираю. Ну а для того, чтобы добавить волшебства, я беру белые прозрачные блесточки, смешиваю с финишным покрытием и раскладываю вокруг и в серединку своих цветочков. Блесточек на камере ни хрена не видно, но поверьте мне, это добавляет просто безумного волшебства. Собственно говоря, на это можно остановиться, если вы совсем не умеете рисовать, то вот вам дизайн, который рисовать не нужно. Надо только украсить серединку, то есть поставить белую жирную точечку в серединку цветочка, этого будет достаточно. Но если вы умеете рисовать, то тогда стоит добавить еще буквально несколько бликов по краям лепестков, причем не по контурам лепестков, а рядом с контурами лепестков, для того, чтобы сделать это все еще более нежным, более ярким и акцентным. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот такой вот потрясающий дизайн ногтей у нас получился. Вот такие потрясающие гель-лаки мы в нем использовали. Очень интересные цвета, очень осенний, уже выдержанный, уже более спокойный у нас получился дизайн для тех, кто совершенно не умеет рисовать. Если вы не умеете рисовать, то вот вам, пожалуйста, вариантик, в котором не надо напрягаться. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Мы же с вами встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok